Всем привет! Сегодня на моем канале будет не самое обычное видео для этого канала, потому что сегодня у нас с вами будет распаковка моего нового айфона Pro 12 Max. Ох, ребята, для начала хочется вообще представиться. Меня, кстати, Лиса зовут. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, тык, и включайте в себя уведомление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм обязательно после просмотра этого видео, потому что в мой инстаграм, как вы понимаете, я теперь буду постить свои фотографии и свои сторис уже вот с этого прям момента с нового телефона. Простите, вот это вот новый. Это уже старый. Давайте сейчас откроем вот эту вот штучку. Боже мой, обожаю это делать. И да, это просто потрясающе. Обожаю. Ох, это так приятно, новый телефон. Короче, рассказываю. Сегодня официальный день старта продаж именно модели iPhone Pro 12 Max, и чтобы умудриться получить этот телефон именно в день старта продаж наверняка, я оформила предзаказ. И здесь была очень потрясающая, но на самом деле не очень история, потому что я оформляла предзаказ вместе с моей подругой одновременно. В первый день, когда только-только открылся предзаказ, мы вместе оформили с ней заказ в Ресторе. Это, кстати, iPhone Pro 12 Max на максимальное количество памяти. По-моему, здесь 512 или сколько тут, извините. Ну, я не знаю, я посмотрю, сколько вообще вам. Вопросы о том, как ты заработала на телефон, я думаю, в этот момент стало все сразу понятно. Ну, разумеется, я, ну, рот, вот он, моя рабочая сила, так сказать. Итак, у нас, да, здесь 512 гигабайт, я уже оторвала пленочку, позволила себе, и, значит, как я получила этот телефон. Мы вместе с подругой, как я уже сказала ранее, одновременно заказали, и вчера, когда мы с ней вместе снимали видео, ей позвонили из Рестора и сказали, что забирайте ваш телефон, завтра он к вам придет, то есть 11-го числа. Завтра он к вам придет, то есть 12-го числа. Мне же никто не позвонил, никто не написал, я звонила в Рестор, сел час, висела на линии, чтобы узнать, что там по судьбе моего заказа, потому что в личном кабинете он также не отслеживался. И, короче, в итоге я была очень нервная, очень злая и очень недовольная, потому что оформили мы заказ в одну секунду, и я подумала, что, наверное, мне не повезет, и я свой телефон получу, ну, неделю так через 8, потому что изначально Рестор не давал никаких гарантий, когда ты получишь свой телефон. Ты мог его получить как в первый день, как вот, в итоге мне все-таки повезло и моей подруге, или ты мог его получить неделю так через 8. Кстати говоря, они очень некруто поступили, потому что, когда мы зашли в Apple, когда только-только день открытый был предзаказа, и мы спросили, а можно будет в теории вообще прийти в магазин и купить его сходу? Нам сказали совершенно точно не отоформляйте предзаказ, потому что не подразумевается свободная продажа этих телефонов, типа в первый день не все будут только под заказ. Это абсолютно неправда, потому что, когда я пришла покупать этот телефон, там спокойно валялись еще другие, была куча людей в магазине, хотя я приехала в 10.04, а магазин открывался в 10 утра, и люди стояли в очереди, покупали новые айфоны, и их там просто было на тот момент, по крайней мере, очень-очень много, и я купила еще один телефон золотого цвета, этот обзор вы сможете посмотреть на канале Скрипяк, если вдруг что. Ну, в общем, извините, я наболтала слишком много лишней информации, но, возможно, она кому-то была полезна, и теперь давайте приступим непосредственно к распаковке этого телефона. Момент истины? Момент истины. Что ж, вы готовы? Открываем его. Да, господи, какой же ты красивый, мама дорогая, боже мой, боже мой, ну просто посмотрите на это великолепие. Давайте снимем. Ну, боже мой, ну что это такое? Просто, что это такое? Это просто жуть. Это мракобесие за 140 тысяч рублей, по-другому назвать не могу, но, извините, не могла ничего с собой поделать, пришлось потратить все мои деньги последние. Вид сзади. Красиво, потрясающе, но не хватает чехольчика с моим любимым анимой персонажем. Но это я исправлю, у меня есть наклейки, я сейчас буду клеить. Я уже с Аликой, кстати, предварительно заказала чехлы, ну да, могу у меня протеку. И пам-пам-пам-пам-пам-пам, давайте откроем вот эту вот штучку. Ну, давайте для начала возьмем и сравним этот телефон и прошлый. Если честно, у меня не очень хорошо все с названиями, могу только показать вам его. И, короче, это был максимальный из той коллекции, из того промежутка, и максимальный из этой серии. Вот так вот они выглядят, как они отличаются. То есть, в принципе, размер чуть-чуть побольше, но это абсолютно не ощущается, по крайней мере, на видео. И в руке не кажется, что они прям два разных телефона. Хотя, когда я его покупала, мне казалось, что этот прям гигантский, а этот малыш, ну нет, нифига, по факту, они вот примерно одинаковые по размеру. Еще раз, это iPhone Pro 12 Max, а это, по-моему, iPhone Pro X, Pro 11X. Я, блин, запуталась этих iPhone, простите. Кстати говоря, этот телефон, который вы сейчас видите у меня в руке, он покупался в Японии. И в нем есть вот такой вот прикол. Когда вы делаете фотографию на этот телефон, потому что он японский, вы не можете отключить звук. Даже если вы фотографируете через наушники, через приложение, звук всегда будет, потому что это особенность японских телефонов. В этом телефоне такого не будет, поэтому буду чувствовать себя уверенно, когда буду делать фотографии. Что ж, вот, ну, прямые линии. Мне нравится, что здесь серебряная окантовка. Очень красиво. Все равно будет в чехле, но все равно приятно. Здесь сохранены те же самые три камеры, они достаточно выпуклые. Ну, и вот эта вот фигня, которая их опоясывает, я не знаю. С этой стороны никакой наклейки не было. Соответственно, с этой стороны мы с вами все сняли. Вот так вот красиво. Давайте его включим. Совершенно стандартный экран загрузки. Ждем, пока яблучко прогрузится. Здесь совершенно стандартная вот эта вот приветственная фигня, когда вы берете новый телефон, все это нужно настраивать. Я люблю, когда все, можно сделать все и сразу, поэтому благо они придумали историю. Когда ты можешь синхронизировать старый iPhone с новым, он автоматически все перенесет, и это прям вообще идеально. Так, подносим. Так, включаем Bluetooth. И здесь сразу появляется вот такой вот экранчик, что вы можете перенести на свой новый iPhone все текущие настройки с вашего старого. Это, конечно, вот безумно удобно, и я вообще в восторге, что такую функцию, в принципе, придумали. Потому что только на оформлении вот этого вот рабочего стола, я не знаю, можно ли смахнуть дальше или нет, это прям целый геморрой. Было вот эти вот штуки, чтобы расставить, когда появилось обновление, я умерла. Поднесите к камере свой новый iPhone. Так, подносим. И оставляем. В принципе, пока они переносятся один на другой, я предлагаю посмотреть, что же было еще в этой коробочке. В этот раз телефон не поставляется с полноценной зарядкой, вам только дается вот этот вот шнурок, ну а дальше разбирайтесь с ним сами как хотите. Хотите, вставляйте его в ваш старый аккумулятор. Хотя здесь даже не USB-отверстие, а вот такое вот. И ну или, не знаю, покупайте себе отдельно. Никаких наушников проводных, беспроводных в комплекте не было. Была также вот такая вот штука, конверт, в котором находилась классическая вот эта вот наклейка Apple. С Apple одно время, мне очень казалось, люди любили наклеивать это на свои агрегаты. И вот эта вот классическая штука, чтобы переносить вашу симпу, чтобы открывать... Simp holder? Или как это правильно называется? I'm sorry. Пока у меня нет чехла, у меня есть наклейки, так что я обклею сейчас свой телефон новой наклейками, да, потрясающе. Я уже обклеила свой телефон какой-то фигней, но простите, это мой стиль, иначе и быть не могло абсолютно точно никак. Давайте посмотрим эти две камеры и сравним, какая лучше, какая хуже, потому что конкретно для меня самый важный момент – это новая камера. Сейчас записывала два абсолютно одинаковых видео с каким-то бредом, но здесь достаточно много цветов, поэтому можно оценить. И, как вы видите, на телефоне слева, то есть на айфоне Pro 12, цвета чуть более желтые, на правом уже чуть более холодные. Я пока не очень понимаю, по какой причине такая большая разница в цветах, но качество, без сомнений, конечно же, лучше на левой камере, по крайней мере, мне так кажется. А что скажете на это все вы? Также сейчас я делаю две фотографии, но вот здесь вот по какой-то причине, вот именно на этой штуке с подсветкой, мне кажется, что камера старого айфона гораздо лучше выглядит, потому что здесь в какой-то странной боке появилось какое-то желтое пятно непонятное, как будто, знаете, неудачно на фотошопе, не знаю. Но, по-моему, это моя классическая особенность, каждый раз, когда я получаю новый айфон, мне вечно не нравится камера, я к ней очень долго привыкаю. Как вам кажется, какая фотка лучше? Я очень хотела перекинуть все данные с этого телефона на этот, но мне показалось, что это займет целых 4 часа 30 минут, потому что у кого-то на смартфоне, знаете, сколько фотографий и видосов? Сейчас вам скажу, сколько, а, собственно, это также причина, почему я взяла максимальную память. У меня 97 тысяч, 97 тысяч файлов, и из них я целую кучу еще успела поудалять, вот, их было где-то 120 тысяч. Мне, конечно же, в какой-то момент уже стало писать, вам уже скоро будет не хватать памяти, поэтому я подумала, что, ну, абсолютно точно новый айфон с максимальной памятью позволит мне нафармить 200 тысяч какого-то дерьма на свой телефон. Люблю, умею, практикую, обожаю. Что ж, ребята, вот такое вот видео у меня получилось, обязательно напишите, хотели бы вы себе новый телефон, хотели бы вы себе новый айфон, и если бы хотели, то какого цвета вы бы себе его выбрали, потому что их несколько. У меня есть белый, и также мы еще купили золотой, но обзор на него вы найдете уже не на моем канале, а на канале Скрипяка, и там, кстати, обзор, наверное, будет более информативный, потому что этот, скорее, ну, просто из серии я купила айфон, типа, ну, купила и купила, что губнить-то? Всем спасибо за просмотр, и всем пока! До новых встреч!